Так, всем салют, Газель. Начнем с того, что я новый куратор филиалов движения ОЛП. Почему так произошло? Ну, начнем с того, что все меня постоянно спрашивают, что случилось с Туманом. Хороший вопрос. Мне часто говорят, что я там чуть ли не безразлично к этому отношусь, что выбрали нового куратора. Начнем по порядку. Что случилось с Капитаном Туманом, мы не знаем, никаких фактов нет. Мы даже не знаем, как его по толкам зовут. Что человек, в принципе, с нами в движи, если я не ошибаюсь, около двух лет. Вот так будет, правильно? И нас, администрация ОЛП, это в первую очередь волнует. Вы как бы с ним явно немного общались, ну, может, кто-то и общался, но мы с ним общались стабильно и много. Вы нашего идеи филиалов, нашего идеи вообще ОЛП в целом. Что с ним случилось, повторюсь, мы не знаем. Мы знаем, что он с города Старый Оскол. Эти группы мы мониторим. В этих группах никакой информации, связанной с малолетними или не очень малолетними господами, которыми могло что-то произойти. Информации такой нет. Поэтому мы продолжаем мониторить. Очень многие говорят, что у них какие-то психические расстройства. Это тоже утверждать мы не можем. Да, действительно, человек очень многие моменты в ОЛП идеализировал. Он хотел создать крутые филиалы. Да, ну, как бы, не знаю, можно ли назвать этим психическим отклонением, если человеку нужны противогазы. Я считаю, что, в принципе, нет. Поэтому многие меня поздравляли с тем, что я стал куратором движения. Ну, не знаю, я к власти как-то не стремился, потому что это, на самом деле, большая ответственность и очень много работы. Как бы мы ни тосковали по капитану, он оставил огромное количество работы. То есть, процентов 50 филиалов вообще не функционируется. Из этих 50 процентов филиалов 5 просто развалилось полностью. То есть, люди между собой поругались, разбежались, разошлись. Вот таких примеров достаточно много. Тот же Новосибирск, где люди разделились. Как я понял, в Перми тоже люди разделились. Ну, не так, на самом деле, все плохо, да. В принципе, где-то уже, наверное, филиалов 5 я понизил до объединений. Также несколько филиалов, объединений я уже повысил. Например, ребята с Кюнингберга. По поводу филиалов. Мы все-таки придержимся, как организации, которую предложил Туман. То есть, это объединение, филиал, клуб. Очень многие стали говорить, что были строгие и серьезные правила, что там нельзя лазить на крыши, на забросы и так далее. Об этом мы поговорим отдельно. То есть, как я считаю, что там лазить и так далее, все это можно. Не буду говорить нужно. Можно. Но, если вы выкладываете свои отчеты, я все-таки считаю, что это надо делать в закрытой группе. Так же, как я вижу, допустим, рассмотрим на организацию любого объединения, филиала. То есть, это должна быть группа, которую создаем мы. В частности, я, аккуратно. Дабы, если вдруг что-то произойдет, я мог закрыть группу, почистить группу, сделать туда репосты, внести какие-то изменения. То есть, в первую очередь, конечно, единообразие. То есть, чтобы любой человек мог при желании найти любой филиал очень быстро. Написать там филиал ВЛП, такой-то город, объединение ВЛП, такой-то город, такой-то район, такое-то государство даже. Поэтому создаем группу. Конечно, хочется, чтобы была интересная аватарка с подписью группы. Потому что очень многие ставят, ну, от Е, она отстань, грубо говоря. Поэтому надо делать хорошие аватарки. Второе. Разумеется, главам надо создавать чаты. И чаты не какие-нибудь там в приложениях, телеграммах и так далее, вконтакте. Чтобы это было удобно и всем доступно. Потому что вот многие главы начинают что-то непонятное спрашивать, мол, как создать диалог, кого добавлять. У главы, в первую очередь, должна быть открытые личные сообщения, чтобы любой желающий мог написать ему, спросить какие-то вопросы, узнать все, что его волнует. Также у всех, кто стоит в ссылках, точнее, в контактах группы, то есть это будучи сам филиалов, там, я не знаю, фотограф, кто угодно. Да, я там, без разницы. У них также должны быть открыты личные сообщения, чтобы люди могли написать, все узнать. Так, что там у нас идет дальше. У глав, глава, я считаю, вот как бы на своем личном примере, что глава должен добавлять всех людей, кто посещает его филиал, кто хочет посещать его филиал. Потому что так будет удобно. Вот, допустим, все говорят, вот, зачем мне там друзья? Ну, извините меня, у меня под 200 человек с одного Петербурга. Это участники клуба, три состава. Это друзья клуба, там еще под 40 человек. Это новые, где тоже там 30 фигов. Где кандидаты на вступление в клуб. Где там настольные игры и так далее, и так далее, и так далее. То есть у меня по 200. Я вполне с этим справляюсь, не напрягаюсь. Поэтому, мне кажется, один глава может добавить всех, друзья, там 30 человек. Ну, и то это для филиалов. В маленьких городах это будет, и то очень значительный успех. Поэтому, господа, чат и группа должна быть. Остальное это уже по вашему желанию. Но минимум должен быть. Также лично мои рекомендации, все-таки в движение, филиал, объединение, братья и ребят, все-таки 14+. Минимум, минимум. Вот, допустим, у нас в клубе 14+, и я ни разу не пожалел об этом. Потому что, как бы, в 14 лет, в 15-16, ребята будут крайне адекватнее, чем в 18. Это показательно было. Но, как бы, младше 14, это уже, конечно, перебор. На руководящей должности все-таки надо брать, наверное, 16+. Хотя, конечно, у меня, допустим, есть пример их до младшего, 16+, и люди отлично работают. По сравнению, чем 20-летние. Вот, как у нас есть, там, один такой товарищ. За 20, а работает он так, что косяки потом исправляем дружно всем клубам. Также один из основных вопросов, что нам делать, как нам привлекать новых газеров и так далее. Я считаю, что самый простой способ, это сейчас немножко подождать, когда я приведу все филиалы объединения в порядок, и я буду заниматься рекламой. Я считаю, что самый простой способ, как я лично это делал в Петербурге, добился я рекорд, у меня 80 газеров на одном мероприятии. Я считаю, что сначала надо привести самую элементарную простую сходку, создать анонс, подробно все расписать. И желательно, как бы, вот очень хороший такой получается, как некий флешмод, позовем это, что глава с потенциальными уже активистами приносят газы. И новичкам их дарят. Например, самый простой ГПП, ну извините, найти там это элементарно, без каких-то либо запара и так далее. У меня дома лежит около 30 штук полных комплектов и, наверное, разобранных комплектов, это газов, около 200. И это вообще не напрягаясь, просто там написав, ребят, нужны газы для клубистов, или еще на продажу, или дабы работал клуб, без проблем все это находится. Поэтому создать элементарно первую сходку. Я это буду рекламировать в ВЛП. То есть любые ваши репосты, которые вы хотите, чтобы они увидели в официальной группе, обращайтесь. Мы это сделаем без проблем, легко, за 2 минуты. То есть вот так я вижу первую сходку. Дальше там пообщаться уже с людьми, кто что знает, что кто умеет. Также, если у вас более большой город, как бы, вот в Петербурге, да, это было просто. Мы просто погуглили немножко, нашли тематические места, какие-то тематические команды, обратились, познакомились. Да, это, конечно, тоже не 2 минуты было. Когда я первый раз ходил, допустим, встречаться с директором вредных лепешек, это был кафе по фоллауту. Да, конечно, мне было немножко неудобно, непривычно. Хотя сейчас, как бы, я вполне со всеми работаю. Поэтому вам я тоже рекомендую посмотреть все пост-арт места. Вот все, которые косвенно, косвенно, вообще даже там минимально. Потому что это уже все равно создает нужную атмосферу. Либо, как бы, леса есть в любом городе. Но в Москве, в Петербурге, везде есть в больших городах, можно найти, не запариваясь, куда выехать. Также, наверное, отдельно стоит сейчас упомянуть Москву, потому что там уже очень большой актив. Там уже в чате под 40 человек. Это особо не напрягайся, не набрались. Ребята, надо немножко подождать. Мы сейчас создадим ту же группу. В принципе, она есть уже. Мы создадим ее, оформим. И будем выбирать уже, наверное, не одну, не одного голову, а несколько. Потому что Москва очень большая. Будем выбирать в Подмосковье также. Сейчас я знаю, что создал я объединение в Дмитрове. Даже в Московской области. В Московской области очень много газеров. Поэтому я думаю, что одного головы там, конечно, совсем не хватит. Надо их, наверное, несколько, я так считаю. Так же, как мое видение всего в движении, это, разумеется, дружеская компания. То есть общие интересы должны, в принципе, вас сплотить. Потому что и в Петербурге, я считаю, что все-таки у нас случилось то, что газеру помоги. Примеров я знаю много. Когда у нас, допустим, товарища с другого города выгоняли с общаги, мы вообще без проблем нашли, куда его поселить. Достаточно на долгий срок. И я к нам откликнулась более шести газеров, которые безвозмездно предложили свою помощь. То есть, по сути, почему это? Мне кажется, это достойная цель, как минимум. Очень многие спрашивают, а зачем все это? Если вы не знаете, зачем вы в этом участвуете, хороший вопрос. Мне кажется, все сами находят какой-то смысл в этом. Еще один очень популярный вопрос, который мы по своей глупости пообещали сделать, это вопрос, когда же будут шевроны ВЛП. Я скажу так, что, ребят, вы так думаете, что все это очень просто. Да, действительно, нарисовать это все, вполне реально все сделать. Но элементарно нет денег. То есть, мы в свое время собирали на шевроны питерские, когда я уже думал, господи, это же Питер, это же основа основ, там куча газеров. Мы предзаказ насобирали на 15 шевронов всего лишь. В течение двух месяцев. То есть, сами понимаете, я, допустим, студент на плате, к сожалению, и многие другие администраторы, руководители ВЛП, почти никто сам не работает. То есть, это либо студенты, либо если люди работают, то они работают так, что им надо платить и за квартиру и так далее. То есть, личных каких-то денег у нас нет, чтобы пойти заказать нам партию, не знаю, 100 шевронов, и я мог дальше их пойти вам реализовать по минимальной цене. Нет, такой возможности нет. Мы питерскими шевронами парились очень долго. То есть, основная проблема – это финансы. То есть, действительно, у нас были рисунки интересные в целом, но само исполнение, вот я, когда питерские делал, я сейчас думаю, вот, сейчас все красиво сделаем, а там элементарно из-за каких-нибудь ниток цена увеличивается просто колоссально. То есть, поэтому у нас в итоге шевроны вообще там, это резинка на липучке, по сути, получается. Но это зато вышло более бюджетно. Но все это делать, на самом деле, очень дорого и сложно. То есть, люди изначально говорят, да, 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 мы хотим, мы хотим, мы хотим. Но когда ходит до дела, люди куда-то исчезают и деваются. Поэтому, ребят, я предлагаю такую альтернативу. Если филиал или обезьян не хотят сделать шевроны, личные делайте. А общие газерские мы уже сделаем в будущем сами, чтобы это было одинаковое и однообразие. Потому что, вот, допустим, ребята в Коенинсберге сделали достаточно просто. Хотя они сделали шевроны, они распечатали тупо аватарку и подписали как раз название города. Но у них они достаточно большие и они не ниточные. То есть, это больше, ну, я не знаю, честно говоря, это классно выглядит, но это не похоже на какой-то воинский шеврон. То есть, это что-то больше декоративный какой-то формат. То есть, он не похож на военный обозначительный. Ну, не знаю, лично моего мнения, но мне они нравятся. Я бы для коллекции себе такой хотел бы, конечно. Поэтому про шевроны вот так. Наверное, еще стоит сказать про филиалы в заключении. Наверное, о состоянии филиалов. И о том, что люди, если хотят создать, надо перед этим подумать и оценить свои силы. Потому что, вот, допустим, с тем же Харьковом, мне ребята с Харькова написали, хотим филиал. Я говорю, да, давайте, почему нет. Создал я филиалы. В итоге, сходки, ничего я так и не видел. Я на блогу, ничего не просили. Вот так я сейчас пишу. Они говорят, все, мы все закрыли, все, ничего не работает. Ну, и какой от этого смысл? То есть, как бы, только все потратили время, силы. Ну, а результата ноль. Не знаю. Я в этом смысла какого-то не вижу. Немного расскажу для начала, наверное, в целом о себе. Потому что это очень тоже популярные вопросы. Кто я, почему я, как все произошло. До 2012 года, до создания ВЛП, я руководил самой большой группой «Свободы». Поэтому у меня есть, как бы, админский опыт, достаточно большой. Группа у нас была 12 тысяч. Дальше, как раз, у меня, получается, 4 года работы в ВЛП, как администратор. И 2 года я занимался и занимаюсь клубом в Санкт-Петербурге, вместо «Леспротивогаза». Как считается, это самый успешный наш реальный проект. Потому что в клубе у нас уже состоит под 100 человек. Но я думаю, что все все равно видят посты, все все знают. И от этого также много моментов, что очень многие говорят, вот, сидят там админы, ни черта не делают. Нет, это, разумеется, неправда. Делаем мы тоже много, стараемся максимально, что для людей все это все-таки хобби. Да, это важное, любимое хобби. Но это не заработок, не работа. Еще один важный момент. Очень часто получались проблемы из-за моей политической, так сказать, ориентации, если это так можно сказать. Потому что часто спрашивают, заходишь в группу, в чат смысле, и начинают спрашивать, а кто-то там по взглядам и так далее. Как бы, не знаю, вот, вполне мы уживаемся. Вот тот же дум, который часто стоит на фотографиях с красным флагом, тоже как бы, его не политизировать, это крайне сложно. Лично, допустим, для меня. Я, допустим, крайне только политизирую. Кто-то тоже. То есть из-за этого вечные какие-то срачи. Допустим, я когда стал аккуратом, я сразу сказал, ребят, никакие личные взгляды не должны мешать работе. То есть, да, понятно, кто-то может, ну, большая, наверное, часть не разделяет какие-то мои взгляды. Но и я не разделяю их взгляды. Поэтому нам все равно надо в этом плане жить мирно и дружно. То есть очень многие оказались очень проблемными людьми. Тем более с Россией, как оказалось, на удивление. То есть, да, действительно, я православный монархист-соборник. То есть многие даже, наверное, не знают, что это такое. Ну, ничего страшного. То есть из некоторых филиалов люди вышли. Они спросили мое мнение по всему поводу и тупо вышли. Но это, по-моему, странно. То есть у нас очень часто любят шутить про Украину и так далее. Мое мнение тоже по этому поводу все знают. Но с ребятами с филиала Киева я нашел общий язык вообще без проблем. И я с несколькими людьми оттуда стабильно и хорошо общаюсь. Поэтому я считаю, что в ВЛП не должно быть никакой политики вообще. То есть надо уважать друг друга, какое не было мнение. Кто-то смотрит на Гайзера с левой точки зрения. Что это полностью какое-то интернациональное движение. Кто-то смотрит с правой точки зрения. Но это наше дело, ваше дело. Поэтому не будем политизироваться. Поэтому напоследок я скажу, что, друзья, в каждом филиале объединения есть какие-то терки, недопонимания. Я вам настоятельно рекомендую помириться. Потому что Гайзер Гайзеру друг. Особенно это сейчас актуально. Когда у нас дружба в 21 веке очень попирается. И она крайне неактуальна. Как и другие какие-то честные, правильные чувства. Поэтому всем желаю успехов на этом тяжелом пути создания филиалов. Особенно главам и заместителям. Я желаю особенной удачи. На меня вы можете всегда рассчитывать. Поэтому только ВЛП, только победа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова